Тёмный лист бумаги В нашем случае мы говорили о том, что один предмет я хочу зажечь, но это не самое главное Вот у нас с вами центр, а я делаю вот здесь самый высокий предмет Вот он у нас с вами будет самый высокий предмет Ну, наверное, я его сделал Я сейчас, кстати, думал, какую сделать вазу или... У меня есть арт-деко, но чтобы вам было проще, я её всё же не стал брать Арт-деко это очень красивая такая ваза Она простая, невероятная, но очень-очень даже красивая И вы видите, что я лезу нарочно в ту сторону, где нарушение идёт композиции Нарушаюсь в сексе Такой вот я гадкий человек Ну, я знаю, что я хочу вас научить Чересчур многому и за раз А из-за этого могут быть неприятности Неприятности такие, что если вы не понимаете Вы на меня будете сердиться, как в прошлый раз Потому что занятие было очень трудное Что тут сделать вам? Какие-то листики выпустил Хочется, чтобы тут вот эти палочки всё же были Цветы я уже не поставлю, потому что мало полёта им Ну, я листе могу листочки сделать какие-то Такие согнувшиеся, вот так вот Это одна будет у нас палочка Это вторая И это третья Вот такую композицию я сделал вам Я радеюсь, что она вам будет по душе Потому что мне она по душе Я вот здесь добавляю ещё тёмного Втираю его Это место мы сделаем чуть теплее Вот это я делаю кери от наших Ну, тут будут лимоны Сделаем эти лимоны Я тогда его меньше сделаю чуть-чуть Хотя в Италии были мы с женой Там лимоны как два моих кулака У меня странное желание, которое вы должны одобрить из-за сложности сегодняшнего дня Я не стану делать светящиеся стекло Я сделаю светящиеся апельсины И поэтому вы должны одобрить это Потому что это всегда интересно Интересно Задача, которая сложнее И через эту задачу Не то что вы сможете лишь играть простые задачи Сложные вам будут по плечу И поэтому стоит Вот такой получился у нас с вами где-то натюрморт Я бы сказал в Горизайле Горизайле это когда А он одноцветный Вообще одноцветные вещи очень красивые И итальянцы до сих пор Особенно экзагационные работы любят свои снимать на черно-белую пленку И считают, что это непревзойденный язык Итальянского глубокого философского кино Вот мы сейчас видим наш натюрморт В его, в таком, я бы сказал Это я взял коричневый цвет Какой коричневый? Наверное, все же очень теплый коричневый я взял Названия у него нет Ну, можете Если у вас название есть То назвать его Умбра-жженая И вот этим же коричневым я попробую сделать наш натюрморт И вот этим же коричневым я попробую сделать наш натюрморт Наш лимон Но какое отношение коричневый до лимона Это очень всегда смешно выглядит Но не со мной Это у нас будет наша подложка Под немножко другие цвета И вот этот коричневый нам будет очень сильно помогать Думаю, что можно и стол немножко превратить в коричневый А знаете почему? Колорит будет Колорит это тот самый атмосферный свет Который объединит там все И плохого в этом я ничего не вижу Так Так В конце мы проанализируем еще композицию Потому что она вся ушла влево А это значит она спорная у нас А раз она спорная Она достойна того, чтобы мы ее пообсуждали Взрыв И для этого я использую И для этого я использую Приклеиваю Что делать Взрыв 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 Где-то чуть-чуть придавишь, где-то ослабить надо. И вот за счет вот этих придавить и ослабить, получаются те глубокие и неглубокие места, которые будут характеризовать нашу с вами работу. Чуть-чуть пальчиком работаем, чуть-чуть работаем бумагой. Бумага у меня, я уже говорил, высоко котируется туалетная. И поэтому я делаю рекламу туалетной продукции, но почему-то ни одну пачку в подарок за это не получит. Вот так оно помаленьку будет у нас рождаться. Я тут немножко перегну палку. Мне кажется, я сделал лишнего. Тут у меня будет больше тюмного, так как это больше в тени находится. Ну вот сюда пусть свет упадет. Не знаю, мне кажется, будет уместно. И таким образом мы покажем истинный цвет лимона, что немаловажно для нас. Мы должны спасти ситуацию в том плане, что тут тень, тут свет, и как это все объяснить, почти невозможно. Будем бить себя в грудь и доказывать, что это лимон. А люди скажут, нифига, это не лимон, а цвет это какой-то странный. И поэтому надо сейчас доказывать, что это все же лимон. И мы докажем, что это лимон простыми очень способами. А мы можем так же relationships спиной, которая будетふ веб-б Content. И мы знаем, что это лимон Vel слин. Лимон том, что осуществляется Deb почитать секунду к примеру на вопрос. И это и получаетсяerte к примеру. И если больше мужчины не опоминали предпbai 드�iter�를, то есть перезапись утверждаю. Продолжение следует... Продолжение следует... На его очень-очень теплый цвет... Накладываю холодный рефлекс... И это делает лимон очень такой живенький... Сами увидите... Продолжение следует... Два прикасаюсь... Два прикасаюсь... Два прикасаюсь... Чтобы... Нигде не нарушить... Вот это чудо... Пастели... Малейшее прикосновение... Вам повезло, честно говоря... Почему? Потому что вы пришли на пастель... Пастель... Это очень уникальная... И немножко забытая техника... И мы ее сейчас... Реанимируем... Насколько это возможно... Хотя многие великие достаточно мастера... И сегодня занимаются... Пишут в этой технике... Но... Они-то пишут... А она... Продолжает быть... Какая-то не очень известная... Техника... Например... Все знают... Что... Работы... Или как лучше сказать... Портреты... Российского художника... Забываю его фамилию... Ну ладно... Как же его фамилия... А вы сами вспомните... Так интересней? Эти работы... Написаны... Наполовину... Пастелью... Никто не догадывается... Ходят вокруг их... Обнюхивают... Говорят, что это масло... Никто не думает, что это... Пастель... А вы вспомните, кто это? Дорогие участники... Если вы помните... Того художника... Который напоминал Андрей Павлович... Пожалуйста, пишите нам в чат... Нам будет интересно... Послушать ваше мнение... Возможно, кто-то из вас... Все-таки назовет правильную фамилию... Вот так делается стекло... Мы ловим рефлекс... От нашего лимончика... Кстати, он очень спелый получился... Хорошо... Ловим вот здесь вот немножко... Мало... Можно больше... Мало... Можно больше... Ох ты... Чтобы не переборщить... Вся сила уйдет на стекло... И перестанет... Он у меня светится... Наш лимончик... Который я сам себе заказал... Он будет светящий... Ну что... Никто не помнит... Художника? Нет... Пока в чателе... Кто нам не написал... Ай-яй-яй... Подсказка... Его галерея есть в Москве... Бывший мэр... Открывал эту галерею... С великой помпой... С великой радостью... С такой... Андрей Павлович... Кто написал нам? Возможно это Серов? Это наш современник... Современник? У вас два современника в России... В Москве... Только открыты галереи... Одна галерея... Это Ильи Глазунова... А вторая... Это вот этого художника... Бабушка в окно смотрит... Не помните такую картину? Такая... Очень проникновенная картина... А где получится Шилов? Или Шилов? Шилов... Конечно Шилов... Это Шилов... А кто написал нам? А кто нам написал это? Участник... Участник... Который не подписан здесь... У него не просто цифры... Но потом... А Моисеев и Людмила... Получилось что-то... Шилов... Ну... Конечно... Это Шилов... Это Шилов... Он работает на наждачной бумаге... Нулевой... И... Делает свои... Пастельные работы... Пастель по наждаку... Его... Раньше мы называли таких художников... Придворный художник... Он всех... Правителей... Которые его... Обласкивают... Он их рисует... А они его ласкают... Очень хорошо... Им нравится... Что он рисует их... На фоне Кремля... Он даже по-моему... Назарбаева нарисовал... Казакского... Казакского... Бая... За его творчеством очень интересно наблюдать. Был такой Александр Герасимов в советское время. Я бы сказал, что он посерьезнее художник, чем Шилов. Пусть меня Шилов простит за это сравнение. Великий мастер социалистического реализма. Из-за того, что он рисовал Сталина, судьба его произведения немного потрепалась. Его не только произведения со Сталином выносили в подсобку. Их, конечно, не вернули уже. Но и другие из-за того, что он писал, выбирал героев, скажем, как Сталин. И другие работы очень сильно пострадали. Очень жаль, конечно. Потому что когда художник, особенно в наше время, сильно заигрывает с властью, может в печи этой власти изгореть. Потому что где-то стих такой написан потрясающий. Относился он к Иисусу Христу, конечно. Изменчивое родное настроение. Сегодня кричат асана, а завтра распни, распни, распни. Это по отношению к правителям. Ну, те, кто прислуживает, угодничает. Те попадают тоже в немилость. Очень серьезно. И художники. Теперь вы поняли, друзья, наверное, почему я так много времени постарался оставить. Для того, чтобы было у меня оно для написания вот этой работы. Она требует некоторого времени. Если вы захотите, чтобы вот это вот, например, лимончик засветился. А захотите вы того или нет, я же его обещал засветить. Поэтому придется потерпеть и потерять определенное время. Потому что я обычно пастелью работаю быстрее. Из-за того, что объясняю всем. Дорогие друзья, это пастель более набросочный. Такой материал. Им работать надо наброски делать. И вот я делаю долгоиграющую работу. Потому что сегодня у нас с вами такой простой, так написано, простой натюрморт. Когда слово простой, значит, простыми методами добиваешься серьезных вещей. И лимончик, который у нас с вами есть, должен светиться. Я его греть не обещаю, что он будет греть, а светиться он должен. И все пояс. Я их думаю. И все еще готовы. И все, что я знаю. Но если вы хотите это сделать, то... покупайте по моему поводу, чтобы помочь. Искали. И сейчас, кушай. Это мой форекс. И это мой... Он все вернует. Я не знаю. Вот теперь я, видите, желтым делаю кое-какие движения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я специально взял всего один листочек, а сколько цветов используется? Продолжение следует... А вот теперь что нужно сделать для того, чтобы наш лимончик засветился? Продолжение следует... Мы сделаем, спишем ему край, таким образом. Этот прием вы можете использовать и в будущих своих работах. Это можно использовать и в масле, и в акварели. Да, тем более в акварели можно использовать. Пожалуйста, можете поднять выше. Вот ваш лимончик засветился. Эффект свечения самый простой. Продолжение следует... 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 Сейчас я еще тут немножко пройдусь, чтобы теплее сделать вот этой кучи. Продолжение следует... Продолжение следует...